Поэтому я вам сейчас оглашу кое-какие листы дела. Мне кому? Вам, живому мужчине. Хозяину имени Алексея. Хозяину имени Алексея. Анну Викторовну попрошу, когда он не обращается, называйте меня так. Сегодня я вам поведаю о мужчине, хозяине имени Алексея, которому удалось под письменный протокол получить признание живого. Я считаю, что это прецедент. Письменно слова «живой мужчина» были подтверждены печатью якобы подписями должностных лиц. Личность установила. Раньше в упор не видели воли изъявления, а сейчас пишут «Воля изъявления рассмотрена». Ты ответил за лицо. Ты ответил за лицо. А права разъясняются только лицам, участвующим в деле. В их понятиях ничего не соображаешь, поздравляю. Для меня все ясно. Сразу тебя начала называть «живой мужчина». Но при этом поступала с тобой, как с лицом, как с табуреткой говорящей. Ну, типичная табуретка говорящая. Ты пришел туда как живой мужчина, то есть ты возгордился. У тебя гордыня сыграла. Она меня признала живой мужчиной. Все, как тебя шикарно, элегантно, как маленького мальчика сделали. Поставь себе мысли в форму. Трудиться во всеобщее благо и при этом получать доход. И чтобы мне это все нравилось. Никто тебе в мозги не пудрил. Ты с такими мозгами пришел. Ключевое слово «никто». У тебя была цель уничтожить ее. То есть уважение абсолютно ноль к учителю. И творец тебя взял и остановил дважды. Эта бумага была создана в помощь тебе, а не для того, чтобы кого-то уничтожать или унижать. А меня-то ты не обманешь. Это говорит о том, что ты думаешь так, а ты использовал ее для атаки. То ты бы от тварта бы получил обратку. Она тебе уроки давала. В твою пользу принято решение или нет? А естественно. Для того, чтобы ты сам себя поставил на место. Чтоб ты осознал, кто ты. И чтоб тебя с этого места никто не сдвинул. Всем привет. Сегодня очень важное видео по теме живых. Все вы помните видео под названием «Победа живого мужчины в суде», где король Елена Петровна, так называемый судья, признал меня на словах под мое видео, под мое аудио живым мужчиной. Сегодня я вам поведаю о мужчине, хозяине имени Алексея, которому удалось под письменный протокол получить признание живого. Сначала я не хотел монтировать это видео, потому что видео, которое предоставили, записано почему-то в ускоренном режиме, именно звук. Это вот такой звук. Ну и плюс документы были в плохом качестве. В итоге удалось найти видео в более-менее нормальном варианте и документы привели в читаемое состояние. Но когда я разобрался, что произошло, я считаю, что это прецедент, потому что письменно, на моей памяти впервые, слова «живой мужчина» были подтверждены печатью, ну и некими якобы подписями должностных лиц. Смотрим видео. Антон, хозяин меня, Антон, доброго здравия. Здрасте. Несколько минуточек выделите, это хозяин имени Алексей, из Чукотки. Слушай. Смотри, Антон, суд был на днях у меня по восстановлению сроков по неуплате ЖКХ. Почему-то она меня сразу начала называть «живым мужчиной». Это нормально, нет? И обращаться ко мне как к живому мужчине. Ну вот ты видео заснял? Ну да, заснял. Ну, они скинули мне видеопротокол. Устанавливала мою личность, как у живого мужчины. Я говорю, где я живу. Я говорю, я живу в своем теле. Ну, а тело, я говорю, ну. Тело живет, где ему удобно. Говорю, где ему хорошо. И т.д. и т.п. Короче. И спокойно так меня называло. Я просто в недоумении был немножко, я был шокирован. Я обращаюсь к живому мужчине. Я говорю, у вас есть полномочия указывать к живому мужчине? Она сейчас вот начала барахтить, что-то тарахтить-то. Я говорю, вообще-то между мной и создателем Всевышнего нет посредников. Я говорю, прямая связь. Она опять свое там гнет. Я говорю, ну, это под принуждением, говорю, на ваше усмотрение. Я говорю, типа, вам отвечать теперь Всевышнего придется. Что-то какой-то неадекватный суд у меня был. Личность установила? Непонятно. Ну, она как устанавливала, она непонятно. Установила она личность моего мужчины, получается, устанавливала. Я ей дал тождество твое. Я говорю, а ваши полномочия подтвердите? Какие вам полномочия? Ну, кто вы ездите, туда-сюда. Она, ну, считайте, говорит, что я вам тоже тождество показала. Я говорю, я хочу увидеть. Ну, и удостоверение свое покажите. Она, брым-брым-брым, что-то ей съехало. И я не додавил эту тему. Она, не в другое перешла резко мне. Короче, я пропустил этот момент. Добро. Чего? Какой целью-то звонишь? Вопросы есть или что? Вопросы есть. Она на персону потом написала в этом, в определении своем, что явилась персона такая-то, ответчик. Куда взялась персона? Непонятно. У тебя так же было, да? Они никогда не напишут, да, что живые мужчины являются в своей бумажке? Не, ну почему? Раньше в упор не видели воле изъявления, а сейчас пишут, воле изъявления рассмотрено. Ну, она не воле изъявления, они называют их ходатайственными заявлениями, не для его мужчины, а именно ответчику. Нет. У меня пишут, что именно воле изъявления рассмотрено. Ага. Ну, пока нет, этого здесь не пишут они. Знаешь, еще момент? Она мне говорила, вам права понятны? Я говорю, нет, непонятны. А что вам непонятно? Ну, вы объясняете их персоне. Я говорю, живые мужчины. Нет, я говорю, живые мужчины не объясняю. Тут я сделал коротенькую положу, да, буквально несколько секунд. Просто замешивался, как она может мне права объяснить. И она такая, ладно, все права понятны, все, суд продолжает дальше. Какие вы выражения хотите делать? Резко-резко. И, короче, вот тут я в этот момент, судя по всему, пропустил, да? Ты ответил за лицо. Что ответил? Я ничего не ответил. Ты ответил за лицо. Как ответил? Нет, спасибо. Вам права понятны, а права разъясняются только лицам, участвующим в деле. Раз ты ответил за лицо. Я же не сказал, непонятно. Да неважно, ты ответил за лицо. Вот она персона и явилась, которой права непонятны. А, надо было сказать, какие права, да, надо было сказать, да? Не понимаю, о чем вы говорите или чего. Ты вообще этот кодекс административный гражданский читал хоть раз? Да, не особо. Но гражданский ты считал. Ну, а как ты можешь тему в живых включать, если ты даже в ихних понятиях ничего не соображаешь? Ну, думал, что соображаю. Как ты соображаешь? Не читая кодексы, ты считаешь, что ты в них соображаешь что-то? Ну, я несколько статей прочитал, которые к делу относятся. И все? И все, да. Поздравляю. В чем еще вопросы? Для меня все ясно. Ну, ты мне разъясни теперь. Открою любой кодекс. Еще мне разъяснилось. Подожди, не перебивай. Ты просишься разъяснить и перебиваешь. Ну, хорошо. Открою любой кодекс, оно написано, что в начале заседания при открытии лицам, участвующим в деле, разъясняются их права и обязанности. Вот она конкретно тебе, она тебя поймала на том, что на тебя, задобрила тебя тем, что сразу тебя начала называть живым мужчиной. Ну, при этом поступала с тобой, как с лицом, как с табуреткой говорящей. Она говорит, что здесь у меня права живого мужчины. Права понятны? И тут ты ввязался в процесс и ответил за персону. Ты говоришь, нет, непонятно. Ты ответил. А что надо было сказать на кузне? Молчей. Ты ответил за персону. А, понятно, понятно. Теперь мне ясно. А было еще промолчать просто, или я не понимаю вообще, о чем вы говорите, или к кому обращаетесь, типа того, да? Конечно. Вот ты правильно задал вопрос, вы к кому обращаешься? Она говорит, что живого мужчины. И надо было сразу тут же. А разве, согласно вашему кодексу, живому мужчине могут быть разъясняются какие-то права? Там разъясняются права только лица. Вы что, не в курсе, что ли? Ага. А я не лицо, я живой мужчина. Ну, вот видишь, она так сразу. Она тебе поднимала. Она сразу. Она элементарна. Потому что у тебя нет осознанности, нету знаний. Ну, они из головы улетучились на тот момент. Она вещь, которая меня запудрила мозги вот этим. Я все это знал, что нельзя это соглашаться с ними. Ну, ты пришел живым мужчиной, и у тебя из головы все улетучилось. То есть без головы стал. Ну, типичная табуретка, говорящая. Ну, не совсем так. Да именно так. Потом я дальше выправил, что там бьют. Именно так? И в этом моменте я уже... Е-мое, е-мое. Ты хоть раз аудио монтировал? У меня. Так вот я тебе разъясняю, что если два человека одновременно говорят, то понять, о чем они говорят, каждый из них в отдельности, любой из них, невозможно. Поэтому, если я говорю, ты молчишь. Если ты говоришь, я молчу. Потому что, если разговор очень важный получится, и ты дашь добро на его размещение, то я потом буду ночами не спать, пытаться разделить твой и мой голос, чтобы хоть что-то люди смогли разобрать, что ты сказал, что я сказал. То есть мы с тобой сейчас под запись говорим, да? У меня все разговоры всегда пишутся. Я снова предупредить его пояснее мысли выражал. А я всегда говорю, что у меня все пишется. В общем, через того я уже правильно... Я тебе что хотел сказать? В этот момент я опустил... Да, иди в Майон, задай... Говори, говори, ладно. Вот серьезно, блин, каждый день одно и то же. Все звонят, Антон, нужен совет. И перебивают, и говорят сами за меня. И про бабушку, и про дедушку, и про то, как паста у них выдавливается из тюбика. И что у них соль в солонке закончилась. И что у него пятка чешется левая, а потом правая почему-то. Ну, чего угодно рассказывают. А смысл звонка был? Антон, есть две минуты, нужен твой совет. При этом я два часа вынужден слушать, как они жили предыдущую... Вот именно вот эту жизнь. Все. Это что такое вообще? Так, что я тебе хотел сказать. Я тебе хотел сказать, что... Ты пришел туда, как живой мужчина, обрадовался, что она тебя назвала живым мужчиной, и у тебя махом... То есть ты возгордился, у тебя гордыня сыграла. Что все, я уже типа победил. Она меня признала живым мужчиной, все. Дальше можно говорить, что угодно, как угодно. Главное, она меня признала, все. А она тебе элементарно, наверное, на двух словах поймала, и все. А дальше ты уже, ну, естественно, если ты говоришь, там, видеопротокол ввелся, то получается, там, этот... Какое гражданское дело было? Да. Ну вот. Гражданское... Восстановление апелляционных сроков. Восстановление чего? Апелляционных сроков на обжалование судебного решения. Ну, это везде есть. А гражданский кодекс-то какой? Ой, этот кодекс, категория дела. Административный, гражданский, уголовный. Гражданское, судя по всему, по ЖКХ. А, ну вот. Желечный кодекс, гражданский кодекс. Ну вот, соответственно, был секретарь, писал протокол, плюс аудиопротокол, плюс видеопротокол. Видеопротокол они сами делали? Сами делали, и я на телефон снимал. Ну, не с самого начала. Ну, вот этот... Они тебе видеопротокол предоставили? Да, вот я сейчас только его открыл, да. Сегодня только предоставили. Ну вот, вот пришли мне. И я посмотрю, и для всех сделаю видео, чтобы все посмотрели, как тебя шикарно, элегантно, как маленького мальчика сделали. Чтобы другие люди такие ошибки не допускали. Да как-то я звездой Ютуба стану, да? Ну, не обязательно звездой. Ты можешь стать, как сказать... Ты можешь выдать информацию, но не стать звездой. Ни имени, ни фамилии, ни отчества, ни города, ничего никто не будет знать. Просто голос какой-то. Ну, давай вот так тогда. Ну. Ну, постараюсь, чтобы у меня интернет вот такой замороченный, тормозной. А вообще, видео надо на Ютуб... Интеграмы, значит. Видео надо на Ютуб грузить и присылать ссылку на это видео. Все. Ну, я, слушай, не соображаю. В Ютубе не обучен загружать туда. Есть Яндекс.Диск, есть Google, есть всякие разные сервисы, которые туда можно загрузить, а потом ссылку присылаешь. Ни разу этого не делал. Надо учиться. Ну, так научись. Чего вы, думаешь, это... Ну, кнопочку нажал, заснял видео и все. И супер-пупер молодец. А отправить, а смонтировать, а слух наложить, а картинки, а в Ютубе разместить. Это тоже трудно. Знаешь, он там, я... Ну, до этого не доходят у меня руки. Пихожу вот домой, я пришел сейчас вне время. Вот я только сейчас это видео открыл. И утром опять эта херня начинается. На работу, куча народу. Так поставьте... Вечером гараж, на видео. Поставь себе мысль в форму. Задача вообще-то меня училась. Алло. Еще раз подскажи. Я говорю, поставь себе мысль в форму. Хочу... Это... Трудиться во всеобщее благо и при этом получать доход. И что мне это все нравилось. И так тоже все общие блага. Только доход я своего труда получаю. Ну, так тебе это не нравится? Ты страдаешь от этого? Я страдаю от того, что у меня компьютер не достал на работу. Еще и думаю на них смотреть. Ну, все равно страдаешь. Ну, от чего я страдаю. Ну, я не скажу, что я страдаю. Просто мне это не нравится. Ну, это и есть страдания, когда что-то не нравится. Ну, что, вопрос на любви. Страдания было. Да, все я это хотел услышать от тебя, но я сам об этом знал. Что, вопросы? Вопросы, как они тебе определения предоставляют, что там пишут в этих документах. Пока персону пишут. И как ты принимаешь это все? Расписываешься где-то, не расписываешься. Так я же видео все показываю. Как я эти бумаги принимаю? Ну, честно говоря, Милевый, я тебе просто сейчас вопрос задам. Нет у меня возможности смотреть все видео. Я коротко посмотрел пару твоих этих судебных заседаний. И то перед самым судом. И туда пошагал. Думал, что я уже готов. А она мне запудрила мозги. Никто тебе мозги не пудрил. Ты с такими мозгами пришел. Да, я недостаточно готовый пришел, да. Не тренированный. Вот если рассматривать вот эту всю ситуацию как элементарную игру под названием в кавычках суд. Вот. Тогда, получается, ты пришел на эту игру, и она у тебя очень красиво выиграла вот эту, как говорится, вот эту игру. Хотя ты думал, что ты выиграешь. Согласен. Да, началось, знаешь, с чего? Я распечатал перед судом не то ходатайство по поводу безлимитного права там суда и так далее, что нет ли на право на то, на это, на третье. Я достаю бумагу, блин, хотел ей вот это зачитать, чтобы она, это, впечатлилась там и поняла, что она здесь никто. У меня бумага совершенно другая, прикинь, косяк. У меня две было, два документа было в папке. Я торопился на этот суд, да. Не успел распечатать в хорошем цвете, в цветной, это был закрыт, короче, учреждение где-то распечатывает цветные документы. Я пошел к себе в кабинет, быстренько распечатал черно-белым, пришел на суд, достаю его, хотел ей зачитать до начала судебного заседания, кто она есть там, да, чтобы она предоставила свои полномочия. Я ответила на три вопроса, а у меня бумаги этой нет. И все, и у меня, короче, вот немножко растерянность появилась из-за этого. А знаешь, почему это произошло? Элементарно. Ключевое слово – никто. У тебя была цель уничтожить ее, разбить ее в пух и прах, чтобы от нее там и пустого места не осталось. То есть вот ты буквально сказал, чтобы она поняла, что она тут никто. То есть уважение абсолютно ноль к учителю. У тебя была цель уничтожить учителя. И Творец тебя взял и остановил дважды. Ясно? Причем это желание у меня возникло, вот это все зачитать ей. Буквально за несколько часов до суданных. Дело не в этом. Это надо, а до этого не было. Дело в том, что у тебя цель была уничтожить это учителя. Унизить его, превратить его в ничтение. Да, не было так. Как говорится, ты хотел поставить ее на место. Ну да. И Творец тебе не дал это сделать. Ну, хотел. Поздатель, да, Всевышний. Ну да. Если ты не умеешь читать такие знаки, я вот немного умею. Еще у них уловки. Перед началом суда меня три раза, случайно, секретарь приглашала в зал суда. Подожди. Сейчас ты умеешь там не дергивать, да? Подожди. По поводу этой бумаги. Я ее создал не для того, чтобы кого-то поставить на место. Черную мантию там или еще кого-то. А для того, чтобы ты осознавал, что происходит. Эта бумага была создана в помощь тебе, а не для того, чтобы кого-то уничтожать или унижать. А ты ее исполнил. Во время... Я не собирался... С чего ты решил, Ротлантон? Я тебя перебью, извини. Я не собирался никого уничтожать, ты вот зацепился. Я хотел просто объяснить ей, кто я и кто она. Вот. И никто, скорее всего, этого не объяснял. Я впервые хотел это сделать. Кто? У меня вообще нет никаких планов кого-то уничтожать. Я к ней с ним... К ней я относился с уважением. Нормально. Без всякой злобы, без негатива, без ненависти, без ничего. Алло. Ищу Антон. Ищу Антон. Я договорил, прости меня. Про этот документ я миллион раз уже читал до этого. Просто я его не изучил. Я вообще про него опустил. И вспомнил про него буквально за час. Что перед началом суда нужно вот это все заявить. И получилось, что не нужен этот документ, оказалось. И все пошло не так. Все пошло не так. И, короче, для этого так и получилось. Чуть-чуть не те слова сказал, которые надо было сказать. Я просто в этот момент не сказал, что надо. Вот так. Я уже неделю это обсуждаю. Я в голове не... Какого хрена? Ну и вот это меня смутило. То, что она бумагу мне все равно выдала на персону. Написала там всякую еще милую. Я ее не акцептовал, обратно им отдал. Отправил. Это я уже слышал. Ты мне дашь слово? Алло. Я готов тебя послушать. Ты что там, пытаешься меня обмануть, что ли? Или других кого-то обмануть? Или себя обмануть? Ты можешь сам себя попытаться обмануть. А меня-то ты не обманешь. Я четко слышал, как ты сказал, что ты ей хотел зачитать эту бумагу, чтобы дать ей понять, что она здесь никто. А никто это буквально нет ее, ничто. Нет ее там вообще. То есть ты хотел себя возвысить за счет унижения ее. Ну что ты мне катаешься, что ты не используешь бумагу? Это я сейчас так выразил. Так ты выразился? Стой. Стой. Так ты вы... В том-то и дело, что ты выразился. А слова произнесенные, это и есть материализованные мысли. Это говорит о том, что ты думаешь так. А если ты думаешь так, это говорит о том, что ты ощущаешь именно так. То есть у тебя цель похода была, цель использования бумаги именно изничтожить учителя. А я бумагу создал для того, чтобы ты сам себя поставил на место. Чтобы ты осознал, кто ты. И чтобы тебя с этого места никто не сдвинул. Это бумага создана для самоопределения, для самозащиты. А ты использовал ее для атаки. Вот тебе творец и остановил тебя дважды. Я ее не использовал даже. Ну пытался же, дважды. Причем пытался с плохими мыслями. Почему дважды? Ну ты говоришь, ты вспомнил о ней за час. Чего ты там говорил, напечатал, потом забыл, потом распечатал, принес и у тебя этой бумаги не оказалось. То есть дважды ты ее хотел принести. Так? Один раз я ее хотел принести, потому что я в цветном варианте хотел принести ее. А получилось черно-белая, но не та. Ну вот, дважды. Получается, мне творец не дал ее туда занести и засчитать. Потому что если бы ты это сделал, он тебя спас на самом деле, вот это, и что он тебя отобрал, эту бумагу. Потому что если бы ты это сделал и изничтожил бы ни за что не про что, незаслуженно совершенно, если бы ты вот эту бумагу произнес со злобой и уничтожил бы, дал бы понять черной матье, что она там никто, то ты бы от ворта бы получил обратку. И очень хорошую обратку. Потому что ты поступил со злобой совершенно необоснованно. Незаслуженно. Ясно? Я об этом уже подумал, что... Хорошо, что у меня не было этой бумаги, потому что... Ну, значит, надо, чтобы другой суд прошел, чтобы я все эти ошибки свои устранил. И... Иначе провел. Дело не в бумаге, а в твоем, это, ощущении, в твоем настроении. В твоих мыслях, с какими мыслями ты хотел эту бумагу использовать? Ты мог бы и то же самое сделать? Знаешь, она мне особо на эту тюни лазила. Я сомневался использовать ее или нет, Антон, извини. Опять я... Еще раз в последний момент подтолкнуло меня, чтобы... Почему ее не использовать? И, видимо, не надо было ее действительно брать, потому что я не был готов ее использовать. Так дело, я тебе еще раз... Так получилось, что я там тебя запутал. Да я тебе говорю, дело не в бумаге. Ты бы мог это все и на словах сказать. Просто своими словами, как получится. Но ты бы это сказал со злобой, опять же. У тебя там что, этот язык не пересыхал? Нет, все в порядке было, вообще спокойно был. Единственное, когда я начинала там все это говорить, объяснять, я ей сказал, что вы какие права имеете мне что-то объяснять? У вас есть полномочия? Можете их подтвердить как-нибудь? Она, наверное, говорит, ничего. Не пропускала уши. Такое ощущение, что она то ли не знакома с этим, то ли черным. Игру воспринимала. Она тебе уроки давала. Это называется... Все у нас учителяют. Чего? Все учителяете. С тобой согласен. Если она тебя игнорировала, надо было воспринимать это как урок, а не как игнорирование. Чего делать, если тебя игнорят? Вот он, главный урок. И она тебе постоянно эти уроки давала, а ты не мог понять, что это урок. Надо было включать соображалку и соображать, что делаешь в случае игнорирования. Не до конца понял. В каком смысле она меня игнорировала? Ну ты говоришь, она игнорировала. То есть она вопрос к нам не отвечала? Подожди, ты сказал, что она игнорировала? Она игнорировала мои вопросы, да. Да, что если у нее полномочия, там были мужчины, чтобы ему объяснять. Она это опускала мимо и дальше свое, там, таравоила. Ну и что, что она игнорировала? Ты что, не знал дальше, что делать, что ли? Ну, знал, говорил. Несколько раз выявлял ей, кто я есть. Она там личностно устанавливала. Дата рождения, туда-сюда. Ты еще и дату рождения назвал? Нет, конечно, она мне задавала после даты рождения свою подтвердительную. Я говорю, я повторяю, что я жив, а мужчина хозяин у меня, больше ничего пояснять не намерен. Это да, я понял. Потом она мне еще раз вопрос задала. Я говорю, третий или четырех раз, говорю, что я жив, дух душа, теле мужчины, больше ничего пообщать не намерен. Все, и она, короче, начала уже другое говорить. Начала меня перебивать, что-то мне указывать. Я говорю, вы можете, имеете полномочия мне указывать? К кому обращается? Надо живому мужчине, к вам, больше никого нет. А вы имеете право, говорю, имеете полномочия указывать мне, как живому мужчине? Он, типа, я веду заседание, я говорю, все понятно. Не, все понятно, я такого не говорил. Так что между мной создателем, да, это все нет посредников, так что вы будете отвечать, если вышли. Все, она это как будто мимо ушей пропустила, и дальше давай караболить. Как будто я вообще не к ней обратился. Ну и чем дело-то закончилось? Ну, дело закончилось, что они положительное решение-то приняли, и что установили апелляционные сроки. Все нормально, но вот меня вот это все засмешало. Подожди. Сначала я вот уснуленный был. Дай мне мое, подожди, остановись. В твою пользу принято решение или нет? А, естественно, в мою пользу решение принято. Ну, так и говори, а то говоришь положительное, а в всю пользу не ясно. В мою пользу было решение принято. Мне не понравилось, что они там нафига себе ответили, что явился ответчик, и мои фамилии и инициалы указали. Я тебе сказал... Я написал на этом письме, что не ответил за лицо. Я тебе сказал, почему они так написали. Угу, потому что я сказал слово «непонятно», да? Ты ответил за персону. Надо было мне два засказать, что вообще мне ничего не ясно. Я не пойму, к кому вы обращаетесь. Чего надо ответить? Надо было ей ответить, что я... Е-мое. Ну, мне надо было ответить, как я понял, мне надо было ей ответить, что я живу по естественному праву, а вы мне торговая тут навязываете. Я естественно правильно хожусь, а вы в торговом. Поэтому мне не ясно, о чем вы говорите вообще. Что-то такое сказать мне. Чего говорить, решать. Она пауза, и пока я думал, она пауза. Ну, а на паузу это и воспользовалась. Блин, ничего. Так понятно, право понятно, какие у вас есть там их заявления или возражения. И переключила меня резко, видишь. А у меня бумага эта лежит на готовине, которую я хотел зачитать. Что они там в судебном деле не нашел материалов, подтверждающих о том, что я получал это. Что личность мою как они установили, когда у меня паспорта не было на руках, что она в ФМВС находилась уничтоженной. Она сразу съехала. Это у вас есть ходатайсти. И так далее. Потому что там суд, косяки на косяках у них. В общем, вот так. Ясно. Вопрос, что они выдают определения свои на персоны. И нам приходится их получать, да, какие есть. То есть они нигде в определениях не упоминают, что явился не персон, а хозяин этой персоны. Да я знаю это все. Но что ты мне это все расскажешь уже по третьему кругу? Давай вопросы задавай. Все, я с тобой вот это все хотел обсудить. Меня интересовало вот это. Что они выдают на персоны, и никогда не указывают, что там явился не персоны, а хозяин этой персоны. Я слышал, а хозяин этой персоны. Вопросы еще есть? Вопросов больше нет. Я тебя хотел подтверждение услышать, я услышал. Это, пришли мне видео, это, хочу посмотреть, и мне от тебя нужно добро, чтобы вот этот аудиоразговор разместить для всех. Даешь добро? Постараемся. Чего? Постараемся. Ты его там прокортируешь или его целиком выложишь? Как скажешь, так и сделаю. Хочешь целиком, хочешь это вырежу, анонимно я сделаю. Ну, лишнее там убери. На твои усмотрения потом мне дашь. Не знаю, где это можно посмотреть, послушать. Ты, я тебе конкретный вопрос задал. Анонимно сделать или нет? Анонимно в каком случае? Что я не должен произносить там? Что ты не должен? В каком случае анонимно? Ё-моё, ты хоть знаешь, что такое слово анонимно? Ну, мы с тобой персональные данные не кинь оглашали. Чего я могу оставить? Или что нужно вырезать? Говори сразу, чтобы потом вопросов не возникало. Ну, чтобы вот эта лишняя вода ушла оттуда. Лишние вырежем. Да, лишнюю воду я и так вырежу в любом случае. Я спрашиваю про город, имя, отчество, фамилия, еще какие-то данные там. Вот это все оставить или вырезать? Нет. Да, это не нужно. Хозяин имеликси оставить все там. Я что там произношу, я уже не помню, что я произношу. Национальные данные, нет? Там про Чукотку что-то было еще. Ну, про Чукотку пусть будет. Ну, все, жду я тебя введу. Ну, в Телеграме твой номер этот где есть, да? Там не номер, там никнейм. Он тон 4-0. А что, маска не сбросишь? Да, брось, Раскин. Никнейм. Все, добро, давай. Доброе утро, что присаживайся. Присаживайтесь. К кому обращайтесь? А? К вам обращайтесь, присаживайтесь. Живой мужчине, хозяин Миликсей? Да. Благодарю, я сегодня насиделся. Я постою. Вы? Я тоже постою, да. Постойте. Это ваше правило, у нас здесь стоять. Значит, открывается судебное заседание. Извините. Как обращаться? Ваша честь. Анна Викторовна, да? Ваша честь. А по имени и общества можно? Нет. Может, не на запись судья. Судья? Да. А, ну я хочу обращаться к вам по имени и общества. Значит, судебное заседание открывается. Анна Викторовна, я хочу до начала судебного... Давайте вы будете говорить тогда, когда я вам дам слово. Процесс вне целяя судья. Судья. Когда будет открыто, тогда будет действовать правило судья. Я открываю судебное заседание. Я хочу до начала судебного заседания сделать заявление. Вольное заявление. Давайте в порядке как предусмотрим. Сначала хотя бы установим, кто вы такой есть. Вашу личность. Я разницу, кто судья. До начала... Я хочу все это прояснить как раз до начала судебного заседания. Значит, я оставлю в известность, что в данном судебном заседании у нас ведется аудиопротоколирование. Телефоны мобильные убираем. А видеозапись есть? Ведется. Вам ведется и видео, и аудиопротоколирование. Камеры висят? Пожалуйста. Так, я могу начать? Может, хотя бы ведем к тому, что дело, что рассматриваем. Сегодня у нас рассматривается ваше заявление о восстановлении пропущенного срока на подачу апелляционной жалобы на решение Беливинского районного суда. Это... Погода подделка... Погода подделка... Погода подделка... Секретарь должен нам явку. В судебное заседание явился ответчик... Не явился представитель самому муниципальному предприятию жилищно-коммунального хозяйства Беливинского муниципального района. Бруди, на дате времени, месте проведения судебного заседания извещено надлежащим образом. Точнее, наявки судом неизвестно. А вот теперь суд переходит к установлению личности. Представьтесь, пожалуйста, кто вы у нас... Вы ответчик по данному делу? Я живый мужчина, живый-живый в теле мужского рода. Который живый. Хозяин этих личных данных... Поближе к микрофону, подойдите. Хозяин данных... Этой персоны. Да? Когда родились, где родились? Благополучатель. Дата рождения, место рождения. Я живый мужчина. Ага. Хозяин личных данных. Ага. Б*****. Хозяин имени Алексей. Угу. Дата рождения. Более никого, ничто выиграть не желаю. Дата, когда вы родились? Я выгодоприобретатель, благополучатель, персоны... Угу. Ну, у нас дело рассматривается к человеку... У нас к... Это ваше дело? Я живый мужчина, хозяин имени. Алексей. А ты как по делу у меня? Б*****. Благополучатель, я тебе перс... Аликсич. Если вы не... Я не могу с вами рассматривать дело. Я могу от лица живого мужчины, хозяина этих персональных данных, б*****, сделать различные высказывания. Угу. Паспорт имеется? У меня есть тождество. А? Тождество есть. Давайте ваше тождество. То есть я хочу сам вам предоставить? Через судебного пристава. Обозрение. Через судебного пристава все передаете? Все через судебного пристава. Несете, да, это моя воля. Да, да, да. Вы отнесли, мы доставили. А у вас копия есть для суда, чтобы мы приобщили к материалам дела? Поскольку у вас оригинал представлен? Да, для чего он копия? Для того, чтобы приобщить к материалам дела, чтобы было, или что вы в судебном состоянии присутствовали. Именно вы. Ну, у нас же видеопротокол идет, сериал видеопротокол. На видеопротоколе не видно, что вы, б***ь, я не б***ь, я живой мужчина. Я вам уже в 3-4 раз живую, что я живой мужчина, хозяин этих личных данных. То есть дело мы рассматриваем в отношении к б***и? Алексей, б***ь. Нет, вы можете рассматривать в отношении к б***и. Ага, хорошо. Секретарь, сделайте с ним копию. Так, а где вы этот зарегистрированный, где проживаете? Есть копия? Давайте, если есть копия. А оригинал не нужен мне, ты можешь. Раз вы ко мне обратились, я хочу сделать возражение. Так, вот я под протокол судебного заседания возражаю оригинал вашего тождества. Так, где вы у нас проживаете? Я живу. Живу в своем теле. А в городе Килипина где вы живете? А тело живет, где ему удобно. Ну, где ему удобно сейчас жить? Где ему удобно жить? Ну, где? В разных местах он живет. В кем вы где работаете? В кем вы где работаете? Живу в душах. Работаете. Живете, то понятно, что у вас в душе. А работаете где? Сейчас я не работаю. Сейчас я нахожусь в суде. А вообще, где вы суда работали? Для чего это? Установили вашу личность. К кому вы обращаетесь? К вам, к живому мужчине. К живому мужчине? Ну, моя персона работает. *** Кем? *** Хорошо. Семейное положение, образование? Я достаточно ответил на ваши вопросы и хочу сделать возражение. Подождите, сделайте заявление, когда я вам скажу. Вы кому обращаетесь? Вы можете указывать к живому мужчине? Да, к живому мужчине. У вас есть на это право? На что именно? Указывать к живому мужчине. Между мы и Всевышним нет всяких посредников и прямая связь. Давайте я буду вести судебный процесс. Я вам представлю снова, выскажитесь и расскажите, что вы хотите. Под принуждением на ваше усмотрение, значит, вы отвечать будете перед Всевышним. Значит, суд вам разъясняет, что дело рассматривается Билибинским районным судом, судьей Медниковой, при секретаре судебного заседания Сарко Литовским, с участием живого мужчины ***, хозяин имени Алексея ***. Выгодоприобретатель, да, этих персон. Выгодополучатель, благополучатель. Соучредителем этой персоны. Вы сообщили сами. Вот. Значит, суд вам разъясняет, что вы им имеете право заявить отвод состава суда по тем основаниям, если считать, что судья лично, прямо или косвенно заинтересован в исходе настоящего дела. Отвод состава суда имеется? Кому обращается? Ко мне. У нас, кроме вас, тут никого нету. К вам обращаюсь. К живому мужчине, хозяину имени Алексея, персона, гражданин там, как вас это называете еще? Вы меня признаете живым мужчиной, ко мне обращаетесь. К вам обращаюсь, к вам. Пока нет. Отводы состава суда имеются? Пока нет. Пока нет? А когда будут? Затрудняюсь ответить. Еще раз повторяю. Отвод состава суда имеется по тем основаниям, что судья Медникова лично, прямо или косвенно заинтересован в исходе настоящего дела. А вы можете подтвердить свои полномочия как судья? Вам что предоставить надо? Тождество? Ну, удостоверение свое. А вы свое на мне предоставили? Я вам тождество свое предоставил. Ну вот я вам тоже тождество предоставляю. А есть оно? Есть. Можно на него глянуть? Еще раз спрашиваю. Отвод состава суда имеется? Если вы к живому мужчине обращаетесь, то нет. К живому мужчине обращаюсь. Я слушаю вас. Нет. Не имеется. Отводов не заявлено. Самоотводов также не заявлено. У нас гражданско-профессиональный кодексом. Подусмотрены гражданские права лиц, участвующих в деле при рассмотрении гражданских дел. Это положить 35, 39, 55, 56, 57. Значит, я вам сейчас их озвучу. Вы мне скажете, понятно вам, непонятны ваши права. Если непонятны, то можете какие-то вопросы задавать. То есть, если что-то непонятное, то всегда можете задавать вопросы. Понятно? Непонятно. Значит, станет статья 35-я Гражданско-профессуального кодекса. Так, 35-я. Включай. Телефончик. У нас видео ведется, не переживайте. Видеозапись ведется. Вы мне предоставите? Конечно. Поэтому не отвлекайтесь. Я аудио, видео, запись. Все ведется. Так, лица, участвующие в деле. Имеют право знакомиться с материалами дела. Делать лепестки из них. Снимать копии. Заявить отводы. Представлять доказательства. Участвовать в их исследовании. Задавать вопросы другим лицам, участвующим в деле. Свидетелям, экспериментам, специалистам. Заявлять ходатайство, в том числе, об истребовании доказательств. Давать объяснения можете в письменной, либо в устной форме. Можете проводить любые доводы по всем вопросам, которые возникают при рассмотрении данного ходатайства. Имейте право возражать против доводов и ходатайств других лиц, участвующие в деле. Отключай. Выключайте телевизор. Я говорю, видеофиксация ведется. Вдруг вас, видите, сколько расстанет? Я не видео веду, я аудио. Аудио тоже ведется. Видите, как микрофон стоять. Я хочу так. Тогда не отвлекайтесь на телефон. Прошу. Так. Получать копию судебных решений. И имейте право обжаловаться, делая постановление. Лица, участвующие в деле, даже добросовестно пользуются всеми, принадлежащими профессиональными правами. Тридцать девятая. Значит, тридцать девятая. Ну, в данном случае тридцать девятая статья от вам не применима, потому что мы рассматриваем сейчас постановление срока, но я вам все равно ее разъясню. Вы персоне разъясняете? Да? Персоне разъясняете? Да. Истец в праве изменить основание или предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований, либо отказаться от иска. Отличец в праве иск признать сторону могут окончить дело мировым соглашением. Анна Викторовна, а можно громче? Потому что, наверное, плохо слышно. Еще раз тридцать девятую прочитать. Плохо слышно, да. Истец в праве изменить основание или предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований, либо отказаться от иска. Отличец в праве иск признать сторону могут окончить дело мировым соглашением. Слышно? Ну, да. Более-менее. Благодарю. Татья пятьдесят пятая. Доказательством по делу является полученный в предусмотренном законном порядке сведения о фактах, на основе которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, а также иных обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения и рассмотрения дела. Слышно? Слышно? Достаточно. Статья пятьдесят шестая. Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основании своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом. Понятно? Непонятно. Седьмая. Обращаюсь к вам. Доказательства подстали сторонами и лицами, участвующими в деле. Также вам разъясняю, что вы имеете право заявить ходатайство. Кто я? Вы. Ведущие дела этой персоны? Живой мужчина? Да. Да. Хозяин имени Алексея? Я другого здесь не вижу. Про тесты об истребовании вы должны будете указать наименование доказательства, где он находится, что оно может подтвердить и почему данное ходатайство не может быть получено лично вами. Значит, права предусмотрены гражданским процессуальным кодексом. Я вам разъяснила. Имеются какие-то вопросы? Да, у меня есть возражения. Давай. Соображения или вопросы? Я хочу заявление. Воле заявления. Вот сейчас мы переходим. После того, как вы мне скажете, права вам понятны, мы переходим к статье. Я вам дам слово высказать заявление. Что хотите? Чьи права? Нет, мне непонятны права. Что вам конкретно непонятны? Ну, вы право персоне объясняли, я живой мужчина. Я живого мужчины отвечаю. Сейчас права понятны, вопросов не имеется. Вот сейчас мы переходим. Имеются у вас какие-то либо ходатайства? Пожалуйста. Заявляйте, что хотите. Вы хотите какие-то ходатайства? Какие-то заявления? Какие-то пояснения? Что-то хотите дать? Вот суд вам. Я вам хочу сделать заявление, что в силу части 3 статьи 167 Гражданского процессуального кодуса Российской Федерации суд правил рассмотреть дело в случае неявки кого-либо из лиц, участвующих в деле, извещенных о времени и месте судебного заседания. Если ими не предоставлены сведения о причинах неявки, суд или суд признает эти причины неуважительными. По смыслу данной нормы право разбирательства гражданского дела происходит в судебном заседании с обязательным извещением участвующих лиц. Для этого судебное заседание выступает не только в качестве процессуальной нормы проведения судебного разбирательства, но и является гарантией соблюдения принципов гражданского процессуального права и процессуальных прав участвующих в деле лиц на данной стадии гражданского процесса. Однако без надлежащего извещения участника процесса о времени и месте проведения судебного разглядательства указанной функцией судебного заседания не может быть выполнена. Отсюда вытекает необходимость неукоснительного соблюдения установленного гражданским процессуальным законодательством порядка извещений, участвующих в деле лиц, причем в деле должны сохраняться необходимые доказательства, подтверждающие факты их надлежащего извещения. В соответствии с частью 1 статьи 113 Гражданского процессуального кодекса РФ, лица, участвующие в деле, извещаются или вызывают в суд законным письмом с уведомлением о вручении судебной повесткой, с уведомлением о вручении и телефонограммы, или телеграммой, по фоксимильной связи, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование судебного извещения или вызова его вручением адресата. В данном деле, в рассмотрении, в однокомлении с материалами дела, я не обнаружил указанное доказательство. Так, мы сейчас рассматриваем не дело, а срок вы просили восстановить пропущенный срок здесь тем, чтобы не было получено решение. Мы сейчас рассматриваем именно этот вопрос. По существуемую вашу жалобу на решение судей, я рассматриваю это не Билибинский районный суд, а суд округа. Сейчас мы разрешаем вопрос о восстановлении пропущенного срока. Вы указали, что решение до сих пор не получили. Это соответствует действительности? Решение не получили? Решение? Да. Ну, когда я сделал заявление, я получил копию решения. Когда вы получили копию решения? Когда я получил? Точную дату не помню, но недавно, в феврале. Угу. Вот. Сейчас рассматриваем вопрос о восстановлении сроки. Поскольку решение было вынесено давно, вы просите восстановить срок, чтобы ваша апелляционная жалоба пошла на рассмотрение в вышестоящий суд? Я хочу, чтобы вы восстановили этот срок. Вот. Сейчас разрешается именно этот вопрос, поэтому я и спрашиваю. Подтверждает, да, свой ходатайство о том, чтобы суд восстановил вам срок для подачи апелляционной жалобы. Правильно я вас понимаю? Вот. Для того, чтобы разрешить данный вопрос, суду необходимо будут исследовать некоторые материалы дела. Вот. Поэтому я вам сейчас оглашу кое-какие листы дела. Мне, кому? Завидел. Вам, живому мужчине. Хозяину имени Алексея. Хозяину имени Алексея. Анна Викторовна, попрошу, когда вы на меня обращаетесь, называйте меня так. Пожалуйста. Буду благодарен. Так. Значит. Александр Викторович, я хочу, чтобы меня так называли. М? Я хочу, чтобы меня так называли. Это моя воля. Так. Лист дела сто девяносто восемь. Имеется резолютивная часть решения суда. Которым были искали требования удовлетворения в полном объеме, и были обзысканы денежные средства. На листах дела сто девяносто девять. Двести два. Имеется решение от... Уже мотивированное, мотивированное решение от... Двести два года. В котором указано, что мотивированное решение было изготовлено... Так. Имеется лист дела двести три. Имеется сопроводительное письмо о том, что решение направлялось в адрес... В адрес ответчика. Значит, имеется у нас на листах дела двести пять конверт о том, что вернулось заказное письмо. Более сведения о том, что данное решение было получено у нас ответчиком, в материалах дела не имеется. Значит, суд возвращается к вопросу. Вы настаиваете на своем заявлении о восстановлении срока на подачу операционной жалобы. Правильно? Я настаиваю на восстановлении срока. Я как живой мужчина, ведущий дела этой персоны. Живой мужчина хозяина Милексии. Что-то еще хотите решить? Вопрос о восстановлении срока на подачу операционной жалобы решается судом в совещательной комнате. Вот до удаления в совещательную комнату, для разрешения данного конкретного вопроса, что-то хотите еще суду сказать? Я хочу заявить, что на тот момент, когда проходило судебное заседание, живой мужчина находился за пределами Чикосского Тонного округа. Как там материал дела имеется? Вы представляете доказательства? Да, и что физлицо было снято с регистрации. Что-то еще хотите сказать? Еще хочу сказать, что паспорт, по которому удостоверяли личность, был уничтожен и сдан в ФМС, в миграционную службу ПМВД. То есть непонятно, как судом устанавливалась личность персоны. Ваши... Я не понял вашего вопроса. Суду нужно удалиться в совещательную комнату для разрешения вопроса о восстановлении срока на подачу операционной жалобы. Вы мои доводы услышали? Я услышала, конечно. Моего ли изъявления? Да. Услышала. Я хочу, чтобы это было приобщено к материалам дела. Протокол судебного заседания, аудиопротокол ведется. Ну, я хочу отменить решение Билибинского районного суда. Сейчас вопрос только... Я не отменяю. Билибинский районный суд не отменяет свое решение. Решение отменяет вышестоящая инстанция. Это суд Чикотского автономного округа. Там будет рассматриваться решение об отмене решения Билибинского районного суда. Сейчас вопрос я разрешаю о восстановлении срока. Что-то еще по сроку хотите сказать? Я хочу, чтобы это было решение отменено. И средства в таком-то размере... ... рублей и... ... века и госпошлины в сумме... ... в пользу ЖКХ. ... были... ... исполнительный лист был отменен. И возврат осуществлен этих денежных средств по месту их помещения. Суд удаляется в замечательную комнату для принятия решения по вопросу восстановления пропущенного срока на подаче апелляционной жалобы. Решение суда будет оглашено... ... сейчас у нас... ... правильно? Значит, будет оглашено... ... все идет. ... вообще есть определение... ... Билибинский районный суд составит судебный конкурс... ... Виктор Аду, будьте любезны, чуть громче... ... в конце... ... осмотрreat в открутое судебное седание ChipFestена... ... о установлении пропущенного опрессуального срока на подаче апелляционной жалобы на решение Билибинского районного суда... ... установил... Билибинский районный суд поступил от... ... для тестата Ing... ... возкидяется в паренках Favorite... ... пропущенного пропущенного срока на подачу апелляционной жалобы на решение Билибинского районного суда. ... fortress... В основании заявленных, когда есть указан, что срок на подачу операционной жалобы на решение медицинского районного суда процессуального кодекса РФ «Принцип равенства страны». С счетом изложенного суд приходит к вводу, что нынешний срок на подачу операционной жалобы предстарается всем лицам, участвующим в деле, как присутствующим, так и не присутствующим в судебном заседании. В общей высшей изложенной суд приходит к вводу, что неполучение решения суда необходимо признать уважительной причиной пропуска процессуального срока. На основании изложенного руководства ст. 112, 224, 225 ГПК РФ определил Удовлетворить кодекса РФ «Принцип равенства» Восстановление пропущенного процессуального срока на подачу операционной жалобы на решение медицинского районного суда Восстановление срока на подачу операционной жалобы на решение медицинского районного суда Восстановление по гражданскому делу поискому муниципальному предприятию жилищно-коммунального хозяйства в Билибинском муниципальном районе Восстановление оплаты по оплате жилищно-коммунальных услуг за перевод в размере копеек. На настоящее определение может быть подана частная жалоба в суд Чикотского автономного округа через Билибинский районный суд В течение 15 дней со дня вынесение сном первой инстанции. Понятное определение? Срок вам восстановлено. Ваша жалоба будет направлена для осмотрения в уже стоящий суд. Вы обратитесь ко мне как к живому мужчине, хотя и не менее. Да. Также я вам разъясняю, что вы имеете право знакомиться с протоколом судебного заседания, которое сдается в письменной форме, а также с протоколом аудиозаписью судебного заседания. Подавать на нее замечания. Понятно? Я хочу получить эти записи. Заявление в консерве напишите, получите. Принесите свой носитель, да? Своим носителем. Какое время это можно сделать? У нас есть приемные часы, они указаны на нас на обходе. Заявление можно сейчас подать? Можно сейчас подать, для меня. Секретарят? Секретарят. Ко-ни-ни-дмитриевне? Нет, не Ко-ни-дмитриевне, а у нас больше не работает. Значит, судебный заседания является закрытым. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok